всем привет сегодня я хочу в этом мастер-классе показать как сделала я мех искусственный для опушки на шапочку санта клаус которую видели в прошлом видео для этого мне понадобится с вами вот такая пряжа пряжа называется флаффи от виты вот она продается в магазинах в принципе таком доступе то есть это какая не редкая нормальная пряжа просто можно прийти и купить ее вот естественно я бумажечку выкинула как настоящая рукодельница вот но где-нибудь вот тут или вот тут я картинку поставлю вы увидите как она бумажечка это выглядит этикетка и так пряжа на такая пушистая очень очень мягкая очень мягко прям вот знаете прям реально любяжий пух такой прям очень-очень мягкая классная такая приятно вяжется крючок у меня два с половиной для это пряжа в принципе самое то мы что делаем мы делаем сначала петельку да и добираем воздушные петли по каком принципе я делаю воздушные петли количество по принципу размера нашего изделия то есть вот сколько нам нужно столько мы и набираем нам нужно там мы берем изделие прям по нему меряем вот я сейчас много набирать не потом потому что мне как бы уже не надо и показываю вам то есть вот у нас например размер шапочки да вот мы такой сделали то есть воздушные петли набрали далее набираем плюсом 3 еще воздушных петель на подъем дополнительных и пошли на второй ряд вяжем самые простые столбики без накида без всяких заморочек кто-то кстати называет это пол столбиками я не вязальщицы сразу говорю девушки кто у нас вяжет не критикуйте сильно поэтому показал как как умею петельки в принципе хорошо видно достаточно и отлично отлично они вяжутся единственный минус то что вся пушка будет как бы наизнанку то есть мы сейчас вяжем вот на у нас наши знака да по идее то есть той стороны будет то есть весь мех у нас здесь если вам нужно будет сделать третий ряд например побольше да такой по объем не лучше вяжите в круговую сейчас я дойду до конца покажу как это сделать и так я дошла до конца делаю вот последнюю петельку смотрите делал последнюю петельку вот мех у меня готов то есть не шапочка была маленькая да сейчас я покажу кто ты шапочка у меня маленькая видите опушечку мне довольно таки тоненькая вот и вот этого толщины достаточно вот для такой шапочки но если у вас колпак большой например у прям реально хотите такой например на ободке сделать или еще где-то то лучше конечно пошире сделать тогда мы делаем в круговую тогда мы не переворачивая вязание прям продолжаем вязать таким вот образом и прям тут же мы идем по кругу то есть получается возвращаемся к первым нашим воздушным петлям то есть по нему опять идем вот сейчас я весь ряд не буду показывать вам опять что к немножко покажу вот и смотрите у нас получается на более здесь тоненько здесь уже более потолще да вот если вам нужно еще добавить то есть мы опять возвращаемся сюда и вот так вот по кругу мы делаем и для того чтобы весь мех был снаружи у нас вот такая вот замечательная пушечка получается еще раз повторяю пряжа флаффи от виты внизу конечно напишу описание так как сделать нам помпончик помпончик у нас да вот этот вот я именно вот из из этой пряжи вязала прям таким шариком вязала и здесь любители вязания могут сделать кольцо амигуруми или еще кого-то там я не заморачиваюсь так делаю три петли воздушных замыкаю в круг замкнула мне как бы донышко моего помпончика и по кругу поехала вязать здесь я с подсчетами не заморачиваюсь я прям в паре место делаю прибавку то есть по 2 петли провязываю вот чтоб чуть-чуть увеличить и просто по кругу иду как она вот вяжется где чё вижу то и хватаем и вот и все и свяжу вижу вижу у меня вот получается такой помпончик то есть и там еще побольше можно привязать с вами сделаем то есть буквально если по кругу смотрят рядов 5 не больше все здесь у нас дырочка вот прям в эту дырочку мы будем клеить вот наш на наш колпачок все вот такой помпошечка у нас готова еще вам хочу показать пряжу тоже как бы мехового такого эффекта на мне очень нравится естественно бумажечку я выкинула называется кузя клубочки она по типу софти но более пушистая то есть примерно такая же как это лизе вот софти кто вяжет может знают вот вообще это не ты пряжи в восторге точно такой прям реальный меховой эффект создает сейчас я вам тоже покажу когда получается может быть вам мех вот из этой пряжи больше понравится но он просто другой но он тоже классный принцип тот же самый единственный момент здесь она потолще я сейчас два с половиной вижу берите побольше крючок хотя бы три с половиной такая прям плотная такая красивая и у нее нету так скажем эффекта изнанки лиц его на со всех сторон получается одинаково так скажем плотная такой красивый мехом то есть вот смотрите я связала да то есть вот смотрите то есть эффект такого прям плотного плотного мехом прям то есть эффект другой не как здесь есть более пушистый такой здесь он другой мир получается видите другой но он тоже классный очень классный вот поэтому используйте это пряжу для изготовления каких-то меховых штучек то есть можно вообще там меховые бантики делать какие-то серединке с мехом вариантов и много использовать эту пряжу прямо тут я дала за нее 130 рублей да она стоит я ее использую уже не на сколько этих колпачков этих бантиков наделала поэтому прям всем всем рекомендую приобретайте и вот вяжите классный классный мех так как сделать помпончик из кузи клубочки на это вообще просто сказка просто вообще сказка просто его мотаем вот таким образом самый обычный клубочек вот обычным способом как мы делаем помпошки здесь не годится он некрасивый получается а вот если мы просто намотаем вот таким образом клубочком он получается фееричный посмотрите хорошенький помпошечка здесь мы все это подклеиваем обычным клеем на клей сажаем все очень здорово вот у этой пряжи очень красивые оттенки их можно классно использовать например для изготовления мороженки например у хотите сделать мороженку на бантик кстати в будущем ждите у меня быть такой мастер-класс вот и вот прям очень круто будет смотреться вот в мороженом там такие оттенки прям шикарные розовые например клубничные есть мятные да у нас вообще просто феерия прям рекомендую эту пряжу для канзаши и не только но все всем огромное спасибо за просмотр всем огромное спасибо за вопросы я читаю их как видите отвечаю и спасибо огромное что вы со мной все пока пока а